МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телеканал Север. Здравствуйте. В студии Алина Волчейская. И вот о чем расскажем сегодня. Энергоресурсы доставлены в 35 населенных пунктов Заполярья. В регионе завершается опережающий северный завоз. Нацпроект «Жилье» и «Городская среда» в действии. В поселке Искателей появилось еще два благоустроенных двора. Возраст спорту не помеха. В Нарьинмаре в преддверии Дня пожилого человека пенсионеры выявляли самых сильных в дарце, стрельбе, теннисе, шахматах и шашках. Об этом не только расскажем в ближайшие 20 минут. В регионе завершается кампания по доставке топлива в сельские поселения. На сегодняшний день завершается отгрузка и приемка энергоресурсов в Усть-Каре. По информации Пресс-службы администрации Заполярного района, начиная с конца мая подрядчики Севержилкомсервиса доставляли в населенные пункты Ненецкого округа речным и морскими путями каменный уголь, отопительные дрова, дизельное топливо, бензин, масла и смазки. На сегодняшний день необходимые запасы энергоресурсов доставлены в 35 населенных пунктов региона. Добавлю, в 2019 году по итогам торгов Севержилкомсервис заключил договоры на поставку и перевозку энергоресурсов на более чем 1 млрд 200 млн рублей. Оператор Северного завоза закупил для обеспечения энерго- и теплоснабжения населенных пунктов 10 139 кубометров дров, 24 388 тонн каменного угля, почти 12 тысяч тонн нефтепродуктов. Организации смогут заключать соглашения с другими работодателями для трудоустройства инвалидов. С такой инициативой в адрес регионального парламента обратилась компания «Лукоилкоми». Поправки в окружной закон о квотировании рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, предусматривающие сотрудничество сторон в решении этого вопроса, были приняты в первом чтении на минувшей сессии. Напомню, в настоящее время работодатели в соответствии с установленной квотой обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья. При этом для организации с численностью работников более 100 человек квота для приема на работу составляет 3%, где не менее 50 и не более 100 человек – 2%. В то же время есть организации, которые в силу специфики своей работы не могут реализовать эту обязанность. К ним относятся в том числе и недропользователи. По квоте, в частности в нашем предприятии, необходимо принять 15 человек. В настоящий момент у нас принято 10 и 5 вакансий у нас сейчас существует. Чтобы их принять, инвалидов, есть определенные сложности в рамках специфики нашего предприятия. Это и опасный производственный процесс, и вахтовый метод. По словам Николая Новожилова, рассматриваемые изменения в окружной закон позволят через заключение соглашения с другой организацией, например, Ненецкой региональной организацией Всероссийского общества инвалидов, создать рабочие места для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Отмечу также, что в настоящее время 68 работодателей в регионе представили информацию в Центр занятости населения о 202 квотируемых рабочих местах для трудоустройства инвалидов. Из них занято инвалидами 152 рабочих места. В поселке Искатели приняли работы по благоустройству общественных и дворовых территорий. На одной из них, детской площадке по улице Угольной, обустройство выполнялось в рамках реализации государственной программы формирования современной городской среды. Еще один объект благоустройства – двор дома 34 по улице Тиманской – осуществлен в рамках программы поддержки местных инициатив. Вместо старого деревянного тротуара – цветной из плитки. А у каждого подъезда стоят скамейки, урны и декоративные заборы. Работы по благоустройству двора у дома 34 по улице Тиманской проводились по программе поддержки местных инициатив на окружные и муниципальные средства. Владимир Кабанов – один из инициаторов реконструкции придомовой территории. Если бы вы видели, что здесь было, эта дорожка была тут, она была вся горбатая, убитая. Сейчас у нас прекрасная дорожка. Я думаю, еще все это здесь улучшится потихоньку. Посадим, зарастет травой. Завершилось благоустройство двора озеленением территории. Сотрудники администрации поселка и жители дома высадили 12 саженцев. Береза, ольха, где-то такие, все местные такие деревья, которые мы можем использовать. Там, где нам разрешили их копать, мы их можем взять. Здесь у нас, естественно, деревьем занимается наше предприятие, комбинат. Оно приезжает, мы их на определенном месте изъяли, и мы их здесь пересадили. А это новая игровая площадка у дома по улице Угольной. Сейчас проводить время здесь стало не только интереснее, но и безопаснее. Она стала намного больше. Тут появились больше элементов, стала другая поверхность, и забор появился. Кроме обновления игровых элементов, здесь также были посажены деревья. Детская площадка была реконструирована в рамках федеральной программы формирования современной городской среды. Данная площадка построена, конечно, по просьбе жителей, в первую очередь. Это комфортная городская среда. Значит, весь объект построен у нас предпринимателем. Работы выполнены в срок, качественно. Работы проплачены. Все нормально. На сегодняшний день мы завершаем этот этап. Как бы посадка деревьев, тут трудовое участие граждан. Граждане пришли, поучаствовали. Ну и администрация, конечно, тоже участвует вместе с ними. С 2019 года госпрограмма формирования современной городской среды стала частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Ниньский округ, как и другие регионы, получают на ее реализацию средства из федерального бюджета на условиях софинансирования. Согласно условиям федерального центра, не менее 10% средств должно быть предусмотрено региональным бюджетом. Таким образом, общая стоимость регионального проекта составила чуть больше 23 миллионов рублей с уровнем софинансирования 50%. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал Север. И теперь к другим темам. Поздравления сегодня принимают сотрудники Нарьинмарского объединенного авиаотряда. Одному из крупнейших предприятий Заполярье исполнилось 73 года. К этой дате приурочили награждение сотрудников. Так, медалью Ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени награжден ветеран авиаотряда Александр Михайлов и первый заместитель генерального директора Яков Меньшаков. Также в рамках торжественного мероприятия семерым сотрудникам и ветеранам авиапредприятия вручили юбилейные медали к 90-летию Ниньицкого округа. Награды удостоены Николай Молодовский, Виктор Карельский, Василий Шарапов, Лариса Витязева, Лидия Куркина, Игорь Шубный и Александр Слюдов. Кроме того, были вручены почетные грамоты собрания депутатов и благодарственные письма Нарьинмарского объединенного авиаотряда. Прозвучали и поздравления от первых лиц округа. За два года пребывая здесь с вами, я понял, что вы, по крайней мере, в нашей профессиональной жизни, я уже не говорю про жизнь наших жителей, играть очень важно. Каждая командировка, каждые дела поездки связаны с вами. И я должен сказать вам, правильно, в профессиональной празднике, обычно в профессиональной празднике принято говорить о профессионализме сотрудников, которые работают в этой празднике. Вот у вас абсолютно безусловно. Вот 73 года, вы на территории, полярный лётчик, это вообще звучит очень гордо. И всё, что связано с вашим авиапредприятием, это тоже предмет нашей гордости. Добавлю, сегодня Нарьинмарский объединенный авиаотряд считается одним из лучших авиапредприятий на российском севере. Здесь трудятся 650 человек. В парке воздушных судов 6 самолётов Ан-2 и 19 вертолётов Ми-8. В планах на 2020 год приобрести ещё две винтокрылые машины. Кроме того, в ближайшие годы ожидается реконструкция взлётно-посадочной полосы. Институту уполномоченных по правам ребёнка в России 10 лет. В рамках празднования юбилея в Ненецком округе прошло торжественное вручение благодарственных писем и первое заседание экспертного совета при Институте Уполномоченного. Все подробности в материале моей коллеги Натальи Кисляковой. Владлена Степанова – руководитель Центра развития и досуга элит. Не так давно воспитанники Центра принимали участие в окружном благотворительном концерте «Взрослые и дети». В принципе, когда нас пригласили, мне понравилась идея того, что и взрослые, и дети в одном номере соединили что-то общее между собой. Это, в принципе, в Наримаре, мне кажется, подобного, ничего такого не было. И это сплочает и взрослых, и детей, мне так кажется. Хотела сказать огромную благодарность уполномоченному по правам ребёнка о том, что вообще, в принципе, такие мероприятия организовывают, потому что это нужно делать, это надо делать, это сплочает, и наше общество делает намного лучше. За отзывчивость Владлены наградили благодарственным письмом. Церемония вручения прошла в рамках юбилея Института Уполномоченных по правам ребёнка. Также благодарственные письма вручили гражданам, принимавшим участие в различных мероприятиях, организованных Уполномоченным по правам ребёнка в Неницком округе. После торжественной части состоялось первое заседание экспертного совета, на котором рассматривался вопрос о увеличении мер поддержки семьям усыновителей. На экспертном совете был заслушан доклад Сергея Анатольевича Свиридова. Он руководит департаментом, который курирует эти вопросы. И он рассказал о тех мерах поддержки, которые сейчас существуют уже в округе. В настоящее время дано задание всё это обсчитать, просчитать и уже вынести обоснованное решение поддержать эту инициативу, не поддержать эту инициативу. По итогу заседания было принято решение провести анализ данного вопроса. Наталья Кислякова, Владислав Ткачёв, Телеканал «Север». Засветись! Акция по таким названиям прошла в окружной столице в рамках Всероссийской недели безопасности. Уполномоченные по правам ребёнка совместно с сотрудниками окружной госавтоинспекции и российским движением школьников раздавали на улицах световозвращающие элементы. О том, почему важно надеть на ребёнка фликер, расскажет Наталья Кислякова. Дарья Субыч – волонтёр и состоит в детском совете при уполномоченном по правам ребёнка в Неницком округе. Школьница неоднократно принимала участие в благотворительных акциях. Поэтому, когда Дарью позвали раздавать детям световозвращающие элементы, сразу согласилась. Просто когда мы с мамой ездим на машине в тёмное время суток, то мы прям болеем душой за людей, которые ходят без фликеров. И это очень опасно так ходить. Засветись – акция для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Волонтёры раздавали юным пешеходам световозвращающие элементы – фликеры, браслеты и значки. Сейчас тёмное время года, и родители должны позаботиться о том, чтобы у детей всегда на одежде были такие элементы. Потому что в такую темень просто не видно ничего на дороге. Поэтому вот мы сейчас занимаемся раздачей этих замечательных элементов. В рамках Всероссийской недели безопасности на территории Нининского округа с 23 сентября проводились профилактические мероприятия, посвящённые безопасности детей на дорогах. Именно сейчас актуально время, потому что мы видим, как темно стало на улице. И нам, пешеходам, нужно как-то себя устать заметнее на дороге. Поэтому эту акцию проводим. Цель акции – это популяризация использования светодражающих элементов и повышение безопасности пешеходов. Добавлю, за 8 месяцев на территории Нининского округа зарегистрировано 4 ДТП с участием детей. Это на треть больше, чем в прошлом году. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Три дня молодёжного драйва. В Нарьинмаре прошёл окружной фестиваль молодёжного современного искусства «Кадушка». В этом году звёздными гостями фестиваля стали рэпер «Негатив», профессиональный гитарист и преподаватель Глеб Олейник, педагог по современной хореографии Ксения Боришанская и танцор-хореограф Гурген Манукян, а также профессиональный фотограф Ольга Чиш и стрит-арт-художник Глеб Попов. В рамках фестиваля на базе Дворца культуры Арктика прошли мастер-классы и концертные выступления. Также площадками мероприятия стали площадь Маратсей и Центр арктического туризма, где состоялось мероприятие «Неформат» с выступлениями рок- и рэп-исполнителей. Данное мероприятие направлено на развитие в регионе современных направлений молодёжной культуры через творчество. Оно проводится в рамках государственной программы «Молодёжь Неницкого округа», учредитель фестиваля, департамент образования, культуры и спорта НАО, организатор Дворец культуры Арктика. Окружная спартакиада среди людей высокого возраста прошла накануне в столице Неницкого округа. Она приурочена к празднику Дню пожилого человека. Организована совместно общественной организацией Совет ветеранов войны и труда и департаментом здравоохранения и социальной защиты населения в программе соревнований дартс, стрельба, теннис, шахматные и шашечные турниры. Самые сильные, меткие, ловкие пенсионеры собрались в эти выходные в спорткомплексе «Лидер». Здесь прошла традиционная спартакиада, приуроченная к празднику – Дню пожилого человека. По словам организаторов, в этом году участие в соревнованиях приняло рекордное количество учеников – 110 человек. Пожилые люди – это не те, кто еле передвигает ногами, а те, кто активно участвует во всей жизни, кто ведет активный образ жизни. Кроме того, участие в соревнованиях приняли спортсмены высокого возраста из деревень Макарова и Андик, поселка Красное, села Тельвиска. Возраст участников среди женщин от 55 лет, среди мужчин от 60 лет. Самым опытным спортсменам за 80. Я очень рад, что у нас в Нейско-Автономном округе. Сегодня говорили пожилой человек, но это, наверное, тот, который с опытом. Но все-таки мне больше нравятся люди высокого возраста. Это более такая лучшая формулировка. Что вы все активные, и я уверен, что все здесь уже победители, потому что вы все здесь, а не дома на диванах находитесь. Так что, как сказал Исваб Худмич, всем здоровья и всем удачи. Победители определились в каждом виде спорта среди мужчин и женщин. Всего их более 30 человек. Все они награждены дипломами 1, 2, 3 степени, медалями и ценными призами. Ольга Русул, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – компания «Ямагучи». Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...